ну все я пошел как бы да мы с немножечко зааджастим вот крутяк видно все нормально слышно как ну как вы поняли меня зовут вова я из днепра я сегодня вам расскажу поведаю кто не знает про ликки бейс что это такое как бы и general overview так далее и так далее ну вот такая agenda у нас general overview посмотрим какие у него есть функцию этого в этой либо есть какие компоненты как он работает как что лучше делать есть некий советы исходя из своего опыта из опыта других людей и будет небольшое демо в общем целом это презентация для знакомства то есть кто с ним работает достаточно тот мало что нового узнает поэтому это больше для людей которые или мало работают или как бы не знакомы в принципе с этим с этой вещью так что такое в принципе liquid base liquid base это такая библиотека которая помогает нам менеджить изменения в базу данных как наполнение так и в схему основные плюсы это в том что она платформа независимая она живая как бы продукт живое развивается у него этого продукта есть лицензия от apache что заставляет нам доверять этом им также она весьма легка в использовании и как бы пас имеет хороший цикл релизов то есть последний релиз был относительно недавно и сейчас стабильная версия 3.4.2 какие есть у нас основные функции этого продукта liquid base предоставляет большой набор для рефакторинга базы данных что конкретно под этим поразумевается я расскажу чуть подальше попозже сейчас просто запомним это также есть много способов для апдейта и rollback от базы данных предоставляет контекстное обновление базы данных кучу разных precondition of то есть дополнительных условий для апдейтов то есть или рефакторингов одна из интересных функций мы с помощью этой либо можем сравнить состояние как бы нескольких баз данных и получить их в удобном при порте либо в скрипте который будет показывать скрипт который будет содержать в себе скрипты для которые приводят базу к одинаковым состоянием также мы можем экспортировать грубо говоря базу данных то есть мы можем запустить этот liquid base приконектиться к базе и он нам экспортнет скрипты которые создают базу такую такую же базу что мы поддерживаем конкретно liquid base это большой набор базовых данных такие как всем известные сиквел сервер mysql пасгресс оракл сибейс и прочее как derby h2 firebird bird и цетров довольно широкий спектр того с чем работает библиотека очень круто что также она может запускаться из разных с помощью разных тулзов таких от как от командной строки нам нужно только джава чтобы было установлено у нас на компьютере так как и всяких сборщиков как мэйвэн энд грейдл также очень хорошая интеграция вместе с грейлсом с которым она эта библиотека идет из коробки то есть если вы создаете приложение то из коробки получаете зависимость которая помогает вам менеджить вашу базу данных и также есть интеграция спрингом с сервилетами и сидя и если не ошибаюсь на сидя и тоже как каких форматах пишутся эти скрипты то есть на самом деле есть четыре формата это xml json SQL и емель на самом деле это как бы груви формат скрипты формате груди чуть дальше я покажу как они выглядят а сейчас какие компоненты основные у нас есть это основные компоненты это чинж сет это чинж лог файл датабэйс чинж лог и датабэйс чинж лог лог что это такое сейчас пройдемся по всем по всем этим компонентам начнем с чинж сетом чинж сет это такой атомарный группа грян набор изменений которые мы хотим применить базе данных то есть как выглядит у нас чинж сайт от слева если увидите то это как выглядит чинж сет формате xml справа внизу это формат я имели но груви то видно понятно то есть у какие атрибуты там айди автор и собственно говоря это атрибуты чинь с этой собственно внутри чинь сет допустим в данном случае мы добавляем какую-то колонку new column с типом варчар 10 и в таблицу сам тейбл также можно добавить сразу же там какие-то constraint ограничения включи тоже тут мы добавляем выполняем с кель с кель функцию апдейт таблицы тоже все в принципе легко читаемая ясно понятно чинж сет имеет набор большой набор атрибутов как по мне который делает как бы разработку вас данных с помощью этой библиотеки довольно гибкой и удобной то есть носа в самом начале это у нас айди и автор айди это уникальный айди элемента чем час это в пределах одного одной группы чинь сетов чуть дальше расскажу то есть он должен быть уникальным и не повторяться как автор тот кто использует дб кто разрабатывает этот change set dbms это это атрибут который показывает к которой какому типу база данных то есть применять этот скрипт допустим если мы выполняем тут указывается тип база данных которые я которым поддерживается например мы можем выполнить некоторые скрипты для ms сиквел можем для май сикула май сиквела или для оракула допустим если мы хотим выполнить конкретный скрип только под конкретную базу данных мы можем указать это в этом атрибуте также есть такие атрибуты которые показывают как часто с какой регулярностью допустим запускать выполнение этого чинь сета по дефолту он выполняется один раз и потом при второй при втором третьем и так далее прогоне этих скриптов только проверяется его состояние если никаких дополнительных атрибутов не выполнено если у чинь сета выставлен атрибут run always то как очевидно то он выполняется каждый раз при каждом прогонке апдейтов run and change означает что если мы из меня изменили чинь сет то он должен быть выставиться также очевидно есть такая штука running transaction что добавляет транзакционность к выполнению нашего чинь сета остальные вещи более интересны то есть есть такая штука как контекст атрибут допустим у нас есть несколько environment of которые имеют одинаковые базы данных но мы хотим чтобы на них выполнялись разные типы скриптов или разные группы скриптов тогда мы можем их пометить как контекстом и при запуске апдейтов указывать скрипты с каким контекстом будут выполняться допустим у нас есть контекст с содержимым фест дальше дальше будет примерах покажу и мы если мы запускаем выполнение с этим контекстом то будут выполняться все скрипты которые без контекста и все скрипты которые с контекстом first все скрипты с которые с контекстом не first не будут выполняться при данном запуске fail on error означает что если при вы ну то есть если мы ставим под фолт он true если мы ставим его false то если в при выполнении нашего скрипта будет упадет ошибка то если это будет false то мы будем просто пасать этот проходить дальше ничего ничего не будет делать здесь будет дальше проходить выполнение апдейтов если он будет если он будет fail on error true то тогда если при выполнении будет падать ошибка то будет останавливаться дальше выполнение апдейта базы данных коммент можно добавлять какие-то кастомные комментарии к каждому очень сету при кондишен если мы хотим добавить какие-то дополнительные условия допустим проверить состояние базы данных перед выполнением этого очень часто выполнить какой-то дополнительный там select или то есть мы не уверены в состоянии базы данных мы можем дописать какие-то кастомные скрипты на проверку перед выполнением и в зависимости от проверки выполнять change set или скипать его не вот так собственно говоря в ну выглядит change set то есть у нас есть какие-то заголовки стандартные то есть которые говорят что это как бы xml файл для ликви бейса и вот тут в примере приведен как допустим я обновляю хранимую процедуру в базе данных у меня есть первый change set который выполняется один раз и который проверяет что если у меня в базе в хранимых процедурах есть хранить нету хранимой процедуры с названием просит же то я ее создаю если нет то он как бы скипается ну в смысле блок беги нэнд не выполняется и когда мы переходим ко второму чиниться эту то который выполняется когда изменяется содержимое с кель файла то выполняется содержимое с кель файла которых хранит себе альтер хранимой процедуры по указанному пути также увидите что добавлен контекст который позволяет нам гибко обновлять разные базы данных такой очень слог файл чинь слог файл это собирая набор тех чем сетов или которые будут выполняться то есть это некий файл который содержит либо чем сет и либо подключение других чинь слог файлов если провести такую легкую аналогию то как бы это как папка то есть если у нас чем сет это обычный файл то очень слог это контейнер только это как папка относительно файла то есть тут можно писать сразу чем сет и можно подключать другие чинь слог файлы как приведено в моем примере есть атрибуты у него то есть можно делать при кондишены такие это те же самые при кондишены как и очень сета только они выполняются для группы очень сетов не для конкретного очень сета можно делать инклюда подключать внешние какие-то другие чинь слоги и собственно речи с этой писать очень слог файле вот собственно говоря так вот выглядит при кондишена дополнительные условия если мы хотим проверить базу данных перед выполнением то мы делаем прикать при кондишены данном примере я хочу удалить триггер из базы данных но я не уверен что он там есть и вот я выполняю select count from triggers from сис objects и проверяю по названию если у меня мой select возвращает единичку то окей мы удаляем этот мы выполняем sql-блок если нет то мы просто скипаем про продум отмечаем его как что он выполнился и тем дальше что такое датабейс changes или рефакторинг как называют их ликви бейс это набор предефайнутых конструкций которые позволяют нам изменять базу данных что в них что мы предоставляем ликви бейс предоставляет это создание таблиц индексов процедур секвенсов ключей разных констрейнтов можно добавлять удалять колонки инсертить даты подключать с кель файлы и переименовывать разные элементы базы данных почему это удобно то есть не обязательно знать как бы тот же с керрили какую-то имплементацию с келя под разные базы данных можно просто писать это в виде таких конструкций вот как и все будет работать независимости в зависимости от того какую базу вы используете вы подключаете драйвер который вам надо и все будет окей конвертится и апдейтится вот допустим так вот выглядит изменение insert в базу данных в базу данных которая нас подключена в таблицу person этот инсерт будет накатываться на h2 и на оракул база данных и собственно что мы добавляем мы добавляем запись в колонку адрес то есть очень принципе легко понятно так вот выглядит у нас создание новой таблицы в для нашей базы данных то есть мы пишем create table и заполняем атрибуты которые нам надо то есть таблица у нас тоже будет состоять в данном случае только из одной колонки но мы можем добавить сколько угодно колонок дальше демо я покажу как бы чуть побольше примеров роллбеки то есть одно из самых интересных тоже функции есть роллбеки то есть под каждый скрипт есть два типа роллбеков это автоматические и мануальные то есть есть database рефакторинге которые автоматически из коробки поддерживают роллбеки есть которые надо писать писать кастомные роллбеки например допустим если мы пишем какой-то insert то это не ликви бейс не поддерживает автоматические роллбеки для таких изменений и нам надо добавить в наш чем сет блок с тегом роллбек который будет приводить базу данных в обратное состояние но также есть есть такие автоматические роллбеки как допустим добавление колонки если мы пишем чем сет на добавление колонки то если мы выполнили этот чем сет то и мы хотим вернуться обратно то нам ничего не надо добавлять в наши скрипты это изменение базу данных поддерживает автоматические роллбеки и при апдейте назад ликви бейс сам удалит эту колонку без никаких проблем никаких дополнительных дополнительного кода то есть мы можем роллбечиться на конкретную дату на конкретную теги тег база данных при что такое тех но это как тег в системе контроля версии при апдейтах мы можем выставлять теги какие-то на которые потом можем возвращаться который будет хранится в системных таблицах в базе данных или можем откатываться на какое-то количество чинж сетов как мы это можем делать мы можем прямо указывать в команде при запуске что мы хотим откатиться на сколько-то версии либо либо до какой-то даты назад мы можем экспортировать экспортировать этот файл то есть при запуске команды результатом ее будет набор из скриптов которые возвращают базу данных обратное состояние либо можем на будущее указывать когда когда роллбек собственно говоря есть несколько системных таблиц которые хранят собственно говоря всю информацию выполненных и скриптах что одна из таких таблиц их всего две database change log и database change log log первая из них хранит данные о всех скриптах которые были выполнены то есть когда мы выполняем скрипт сюда заносится он успешно выполняется или скипается сюда заносится данные о нем его id который мы указали в чинч сайте автор имя файла когда он был выполнен кем он был выполнен прошла ли успешно выполнение или или скипнулась или зафейлилась также сюда добавляется версия liquid base некие комментарии и одна из самых интересных вещей это как бы добавляется хэш сумма этого скрипта то есть когда скрипт хоть раз был выполнен кто в эту таблицу заполняется добавляется хэш сумма скрипта и при изменении этого скрипта и повторном выполнении будет выпадать ошибка если он не помечен как ран always то есть если скрипт один раз выполнится на базе данных то изменять его уже в принципе нельзя что очень удобно с помощью таблицы database change lock lock происходит синхронизация то есть то есть это как бы такой способ синхронизации апдейтов базы данных то есть мы не можем одновременно вдвоем или втроем обновлять базу данных если кто-то решил обновлять базу данных то таблица локается с помощью записью в этой в этой таблице течение база данных локается в площадь записи в этой таблице и пока она не зафейлиться либо не закончится успешно то лог не будет снят одна из удобных функций это тоже что вначале говорил это сравнивание баз данных что покрывается сравниванием базы данных покрывается разница версий не хватающие элементы такие как колонки view таблицы ключи показывается разница в разница в колонках разница в данных но не покрывается разница в типах база не в типах в размерности типов колонок и в храним процедурах как собственно говоря происходит работа при запуске как той либо иной как команд там вообще кто-то живой есть вообще тишина такая да есть при запуске допустим того же апдейта сначала идет лог базы данных чтобы не происходило с никаких коллизий апдейта потом идет выгрузка из и соответствует и соответствующий очень слог файла скриптов каждый скрипт проверяется валидируется то есть если на этом этапе выпадает ошибка то дальше не идет выполнение потом поочередно выполняется апдейт каждого скрипта в порядке том которому он указан в чем лог файле если все окей то производится освобождение лока и база данных как бы становится свободно для апдейтов других юзеров апдейта с помощью liquid base как происходит апдейт каждого скану выполнение каждого скрипта собственно говоря то под функция которая указана здесь сначала мы получаем этот чечесет считаем его хэш сумму проверяем все при кондишены это контекст подходит ли он контекст выполнения скрипта и контекст выполнения с которым выполняется апдейт проверяем базу данных подходит ли тип систем управления база данным с тем что указан скрипте проверяем при кондишены сходится если это не сходится то мы скипаем этот чечесет и идем дальше если все подходит то мы проверяем всегда ли надо выполнять его если всегда то закатываем заново был и дальше если не всегда проверяем был ли он выполнен был если он был выполнен и его не надо изменять в изменять меня выполнять по изменению то мы тоже скипан если вы надо изменять выполнять по изменению то мы его еще раз прогоняем если не надо то fail им так как он был изменён то есть это то тот момент когда проверяется чек сумма собственно говоря если у нас скрипт был изменен и его не надо еще раз выполнять, то чек-сумма у них не будет сходиться и мы будем получать ошибки. Но есть всякие способы, допустим, если мы нашли проблемы в скриптах, но нам его точно надо изменять и допустим мы не хотим его удалять, можно захардкодить тегом конкретную чек-сумму, чтобы у нас на каждом environment не падал dbmupdate, но это такие жесткие костыли, которые как бы нехорошо делать, но бывают случаи, когда надо. Liquibase имеет достаточно легкий такой набор конфигураций для выполнения, которые мы должны поместить как параметрами в командную строку для выполнения, либо в property файл, который можно указать тоже либо параметром для выполнения команды, либо положить в корень, в тот каталог, с которого мы запускаем в файл Liquibase.properties. Что у нас этот файл должен содержать? У нас должен содержать контекст, если мы его используем. Это как бы не required поле, но есть набор required полей, которые указаны ниже. Это путь к changelog файлу, драйвер, класс драйвера, urlac в базе данных, к которой мы хотим законектиться, также логин и пароль в базе данных, ну и дополнительная информация как verboss и так далее. То есть так вот выглядит, собственно говоря, если мы положили Liquibase.properties в каталог, с которым мы запускаем, то нам хватит такой команды java-jar-liquibase-jar update, чтобы выполнить апдейт нашей базы данных. То есть все просто, все удобно. Какие у нас есть good practices, которые были как бы застейчены нашими DB-архитекторами и как бы я потом почитал еще, то есть много проектов используют такие же best practices. Для начала это как бы атомные чинжи в одном чинжсете, то есть не стоит набивать чинжсеты разными несвязанными данными, апдейтами, инсертами. То есть, допустим, если нам надо заинсертить в три таблицы данные, то лучше поделить это как минимум на три чинжсета. Хорошо использовать комменты и description для своих чинжсетов, чтобы, допустим, другие люди понимали, что и не что, а скорее всего, зачем ты это делаешь. Потому что надо писать такой код, который и так понятно, что он делает. Хорошо делить чинжлог на маленькие, как локальные чинжлоги, которые будут содержать чинжсеты. Допустим, если мы, как мы делаем, мы делим чинжлог, который на инклюды. То есть мы подключаем в чинжлог другие чинжлоги, чинжлог файлы, которые обновляют конкретную таблицу. То есть, допустим, если мы хотим сделать запись insert в одну таблицу, то у нас это сначала идет include чинжлога для этой таблицы, для этих изменений, только для этих изменений. Потом include для другой таблицы, для третьей таблицы. Если мы еще раз хотим накатить изменения для первой таблицы, мы создаем еще один файл. То есть мы не дописываем в первый, мы создаем еще там четвертый. Покажу в демо чуть дальше. Также очень правильно иметь четкую конвенцию для наименования этих чинжлог файлов. В дальнейшем это упростит работу и поддержку, если проект вырастет до больших масштабов. Также очень хорошо писать роллбеки для каждого своего чинжсета, для тех чинжсетов, которые не поддерживают автоматические роллбеки, чтобы можно было в плохом случае откатиться на предыдущую версию базы данных. Также сразу же при использовании надо определить стратегию, как идентифицировать чинжсеты. То есть чтобы, допустим, вместо работы 10 девелоперов, чтобы вы работали по одному принципу, а не так, что один добавляет в айдишки какие-то даты, другой добавляет секвентально какие-то цифры, а третий какие-то слова вообще. Одной из good practice также является обновление storage procedure через подключение ее через SQL файл, который будет трекаться по изменениям. То есть чтобы каждый раз не писать большие чинжсеты, которые будут хранить в себе всю процедуру, мы просто подключаем файл, который будет проверяться на изменения. Если он будет изменяться, он будет выполняться, собственно говоря, как было показано в примере. Одной из хороших практик тоже является использование именно XML-формата, потому что он проверяется IDE, валидируется. Также в нем, если вы используете IDE, то для него есть auto-completion, что очень удобно тоже, что ускоряет, как бы упрощает цикл разработки. И также одной последней такой практикой является это, если вы добавляете свои чинжи новые, то добавлять их в конец changelog файла, чтобы потом не было проблем при, допустим, пересоздании вас данных. И если вы мержите эти changelog файлы, то тоже все новые изменения должны попадать только вниз. сейчас. Ну вот, как бы так, в принципе, в общем, general overview закончено. Я хочу показать небольшое демо, собственно говоря, как это все выглядит в жизни на небольшой, на нескольких небольших базах данных и табличках. То есть, у меня есть такая директория, в котором хранится либо скрипты, changelog файлы и настройка properties. Properties к ликви-бэйсу. То есть, как выглядит, начнем с properties. В properties у меня указано, что я буду коннектиться к базе данных по этому адресу, использовать SQL Server driver, который будет лежать по такому пути, такого юзера, такого пароля. Мой changelog файл будет лежать в этой же директории с таким названием и будет выполняться скрипты с контекстом first. Остальное это чуть попозже. То есть, давайте заглянем в скрипты. В скриптах у меня лежит три XML файла. Это patient-create, patient, немного разбежность с таблицами. Вообще, по-хорошему надо называть скрипты так же, как и таблицу. Допустим, я тут делаю patient-create, но на самом деле это должен быть person-create 1. То есть, тут я создаю таблицу. Таблицу, с которой будет содержать три колонки. Первая колонка это patient-id, которая будет иметь type-integer, будет автоматически инкрементироваться. На ней будет повешен primary-t constraint. И также у меня будет две таблички. Это first name и last name в varchar по 50 символов и которые не должны содержать null значения. После того, как она создастся, я буду инсерти туда данные по контексту. Первый у меня скрипт будет выполняться для контекста first. Я добавлю двух person-ов туда. Второй будет выполняться каждый раз, вне зависимости от контекста. Будут добавляться еще два person-а. И третий скрипт будет, change-site будет выполняться для контекста second. second будет добавляться третьи два person-а. И после этого будет выполняться update. Update будет выполняться с precondition-ом только для той базы данных, у которой в себе есть два person-а с фамилией smith. Давайте посмотрим, как это будет выполняться. для этого нам надо запустить командную строку. и вот давайте сначала покажу, что у меня есть, ой-ой-ой, ужас. у меня есть две таблицы, test first и test second. Они пустые, вот две таблицы, две базы данных. Они пустые, то есть нету никаких таблиц и сначала я буду выполнять update test first с контекстом first. то есть у меня должны выполниться все скрипты, которые не имеют контекста и все скрипты, которые имеют контекст first. чтобы запустить, я пишу java.jar.baseupdate. указываю путь к джарнику и, собственно говоря, выполняю update. log мне показывает, что update прошел successful, выполнились такие скрипты create1, createinsert1, cd1, 1 и 2, script3. Если вы помните, то в insert3, insert у меня есть script3, но он, как видите, не выполнился и также прошел апдейт. Давайте посмотрим, что мы получили в базе данных. покажу, что эта база данных не изменилась, так как мы апдейтили ее, тут у нас появилось три таблицы, то есть при первом запуске Liquibase для базы данных создается changelog и changelog.log, которые мы посмотрим сразу после, а в таблицу person у нас добавилось 4 записи и проапдейтились они, то есть добавились 2 записи сразу из insert с id1 и 2 записи из insert с id2. Так же был выполнен скрипт из апдейта 1, который проапдейтил всем last name в bush. Что у нас добавилось в датабейс changelog? У нас добавилось то, что у нас выполнено 4 скрипта с такими id-шками, такими названиями. execute time executed. Все окей. Порядок. Каждая чексума каждого скрипта. Небольшой автогенерируемый description Liquibase. И, собственно говоря, комментов я никаких не добавлял, поэтому все пусто. И версия библиотеки Liquibase, которая была выполнена, это все. Теперь обновим другую базу данных. Для этого нам надо поменять, собственно говоря, url и я хочу изменять ее, обновить с другим контекстом. Снова запускаем команду, получаем, что все было окей. Также получили, что precondition для этой базы данных не был выполнен, поэтому фамилии не должны обновиться в bush у всех. Давайте теперь посмотрим, что мы получили. Refresh нём. Снова получили две системных таблицы. Получили нашу таблицу, которую мы создавали. И получили, что нам были добавлены общие данные, которые будут добавляться при каждом запуске. И конкретно те, которые были помечены контекстом second. Это все же записалось в таблицу database changelog со своими хешсумами и description. Что будет, если мы выполним еще раз этот апдейт? Снова все прошло успешно и, по идее, у нас должны добавиться еще персоны в эту таблицу. Что, собственно говоря, и произошло. У нас выполнится скрипт, который отмечен для выполнения каждого раза. Если мы захотим поменять скрипт, допустим, который не отмечен для выполнения каждого раза, мы получим ошибку. Допустим, я хочу поменять скрипт insert и добавить сюда пит 1 какой-то. И выполним его. Собственно говоря, я получил ошибку и выполнение обновление было прервано. То есть вот так вот на таком лайтовеньком примере мы увидели, как это, ну, это, в принципе, все просто и все читаемо. Теперь можно сравнить наши базы данных. Допустим, давайте сначала добавим туда каких-то отличий. Допустим, добавим сюда какую-то еще одну колоночку, фон, например. Фон у нас будет тоже в varchar 10. Он будет разрешать добавление нулов. Теперь рефрешнем, посмотрим, что она добавилась. Действительно она добавилась. И выполним. Вернемся сначала к Liquibase Properties и рассмотрим этот блок. Этот блок у нас указывает то, с чем надо сравнивать нашу текущую базу данных. То есть мы пишем reference URL на базу данных и, собственно говоря, логин пароль, который к ней коннектится. Это можно также указывать как параметрами к запуску. Для сравнения нам у нас есть команда div, которую мы, собственно говоря, запускаем. И я хочу, чтобы, допустим, это записалось мне в div.txt. Выполнение вроде бы прошло. И заходим обратно в папочку и смотрим, у нас создался файлик, который говорит, что все окей и что все одинаковое. Сейчас мы проверим еще разочек. Ух-ху-ху. Ух-ху-ху. Что-то пошло не так, но... А, да, точно. Я сравниваю, как бы мне тут подсказывает немножко. Я сравниваю саму с собой. Поэтому, как бы, все окей. Это мои уже проблемы. То есть надо сравнить, собственно говоря, первую базу данных со второй. Чищаем. И получаем, что, собственно говоря, у нас есть unexpected column в первой таблице, которая person font. Ну, в таком вот формате оно показывает. Собственно говоря, все, что я хотел показать, как general overview. Ну, у меня есть чуткой котик. Ну, спасибо, что ли, за активное участие. Вопросик можно? Конечно, конечно. По поводу того, если изменили мы один из ченж-сетов и не указывали никакую транзакционность. У нас до определенного этапа проходит обновление, а потом прерывается? Или же не проходит обновление никакого из ченж-сетов? Нет, проходит блоками по ченж-сетам. То есть если ченж-сет уже был выполнен, а какие-то следующие упало, то предыдущие не будут откачаны. То есть произойдет частичное выполнение? Да, да. Поэтому, как бы, надо писать такие атомарные скрипты ченж-сеты. А если мы транзакционность устанавливаем, то не один? Транзакционность это, как бы, транзакционность внутри ченж-сетов. А, не всего набора, да? Да, да. Окей, спасибо. Пожалуйста. Эгэгээй. Женя. Ну, как бы, у меня все, в принципе. То есть я... ... ... ...